Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео мы познакомимся со стратегией, которая называется Decision Bar. То бишь решающая свеча. Можно так перевести в вольном варианте на русский. Стоит отметить, что эта стратегия предназначена не только для Форекса. Может работать на любых инструментах, включая акции, металлы, фьючерсы и так далее. То бишь универсально. Таймфрейм также не имеет значения. Методология Decision Bar подходит для любого таймфрейма. То есть на каком вы любите трогать, на том вы используете. Как я уже говорил, подходят для любой валютной пары. Поэтому мы можем буквально первый попавшийся евро-доллар. Окно графика часовой. Пусть так и остается. Так как стратегия универсальна. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на графике и выбираем шаблон системы, который так и называется. Decision Bar. Вот у нас сразу выскочило окно. Это один из индикаторов системы предупреждает нас о потенциальной сделке. Мы это пока закроем. Прежде всего, после того, как вы загрузили шаблон на график, стоит произвести небольшие настройки. Как вы видите, у нас здесь есть два индикатора. Осциллятор. Его мы не трогаем. Там ничего настраивать не нужно. И вот такой вот индикатор, который нам показывает зоны поддержки сопротивления. Он их рисует автоматически. Его нужно слегка подколлектировать. Здесь у нас есть настройки чувствительности его. Нажимаем правой кнопкой мыши в список индикаторов. DB Strategy. Свойства. И открывается окно. По умолчанию здесь стоит 1515 чувствительность индикатора. Остальные настройки трогать не нужно, не стоит. Мы меняем вот только вот эти High MA и Low MA. 15 и 15. Причем они должны быть одинаковые. Иначе у нас будут эти две линии, верхняя и нижняя, не совпадать. Ну, 15, потому что стоит по умолчанию, это очень мало. Стоит увеличить хотя бы до 25-30. Давайте увеличим до 25 и посмотрим, как это будет выглядеть. Настройки этого индикатора занимают всего несколько минут. И вы таким образом сможете быстро его оптимизировать под свою валютную пару и под свой таймфрейм, который вы хотите использовать. Лучше всего смотреть, насколько вы правильно настроили его на основании вот таких вот более длинных стрелочек. Они обозначают свечи, на которых произошел пробой. Вот этих наших самых динамических уровней поддержки сопротивления. И, соответственно, по вот этим вот большим стрелочкам мы можем выровнять указания индикатора. Вот мы видим, одна большая стрелочка как раз показывает, что пробой мы отметили верно. И у нас еще одна большая стрелочка тоже пробой показывает. Также мы видим, что границы отображения наших динамических зон поддержки сопротивления мы настроили правильно. Но, опять же, для других инструментов торговых настройки индикатора могут быть разными. Это вот единственная сложность в работе с этой системой. Это именно настроить чувствительность индикатора, чтобы вот эти наши самые зоны отображались правильно. Как я уже говорил, индикатор нам показывает динамические зоны поддержки сопротивления. Если вы смотрели наше недавнее видео о горизонтальных уровнях торговли на Форекс, то вы уже догадались, что здесь нам индикатор эти самые уровни пытается показать. Но все-таки это машина, это не человек, поэтому уровни он показывает не всегда идеально, не всегда вовремя. И поэтому все-таки стоит уделять внимание уровням и рисовать их вручную в некоторых местах. Не полагаться полностью на механический индикатор, потому что, как я уже говорил, он за вас думать не умеет и не будет. Система основана на том, что цена все время двигается в неком канале. Это не означает, что она никуда не уходит. Есть, конечно же, тренды, существуют без них никуда. Но мы наблюдаем постоянно некий канал, в котором цена отскакивает от пола и от потолка, скажем так. Она может в целом двигаться вверх, в целом двигаться вниз. Но она не двигается идеально ровно. Всегда существует какой-то некий туннель. И вот эти самые отскоки от стенок туннеля система пытается отследить и извлечь из этого выгода на отскоках от стенок нашего туннеля. И на пробоях стенок этого туннеля, когда появляется какой-то мощный тренд. Трендировать по системе, ну, если вы торгуете внутри дня, желательно, естественно, европейскую и американскую сессии, пока есть на рынке движения какие-то существенные. Для дневных графиков и четырехчасовых, соответственно, можно торговать круглосуточно. Ну, на дневных, естественно, раз в день происходит открытие-закрытие. В системе есть несколько типов сигналов. Как вы уже, наверное, заметили, стрелочки несколько различаются по виду. Некоторые чуть больше, некоторые имеют несколько другую форму. И это обозначает разные типы сигналов. Как я уже говорил, наиболее крупные стрелочки сигнальные, это сигналы на пробой уровней, когда свеча оказывается полностью вне нашего, скажем так, канала, который составляется вот этими нашими самыми динамическими поддержками сопротивлением. И в этот момент, после того, как свеча полностью оказалась вне границ индикатора, нам рисуется вот такая большая стрелочка. Как торговать в этих случаях мы сейчас все разберем. Вы, как, наверное, заметили, стрелочек очень много, но большинство из них мы брать не будем. Поэтому не стоит пугаться. Также существует тип сигнала, который называется фейлорс, мануаля по системе, ну, скажем так, неудавшийся пробой. Это когда цена доходит до границ нашего канала, до одной из зон поддержки сопротивления, и отталкивается от него, возвращается в наш канал. Отображается она обычными стрелочками, не с толстыми хвостиками, как здесь, а обычные стрелочки, такие же, как сигналы на пробой, только более меньшего размера. Вот здесь у нас был сигнал на пробой, цена вернулась, и нам нарисовалась стрелочка, сигнал на то, что был неудавшийся пробой. Также мы можем видеть такую же стрелочку вот здесь цена ударилась в верхнюю границу нашего канала, и следующая свеча нам нарисовали сигнал на неудавшийся пробой. Но, опять же, повторюсь, мы не все будем далеко сигналы брать, фильтрация существует и довольно жесткая. Также вы видите вот такие более полноцветные, более широкие стрелочки. Это второстепенные сигналы. Также у нас есть такой сигнал, как Exotion, он называется в мануале. Возвращение в зону, если, скажем так, по-русски это назвать. Вот, допустим, вот здесь, когда цена вырвалась за пределы нашего канала, а потом снова вернулась с него, у нас появляется вот такой сигнал. Рисуется он такой же стрелочкой, как и неудавшийся пробой. Это по типам сигналов. А также стоит отметить, что если вы очень долго ждете сигнала и наблюдаете ситуацию, которую называют Flat, то есть, когда цена торгуется в диапазоне, в небольшом каком-то, вот как здесь, то в этих случаях лучше ждать брейкаута, потому что канал очень узкий и просто не имеет смысла открывать позицию, так как у цены нету какого-то четкого направления. Пару слов об нашем осцилляторе. Индикатор, который вы видите в нижнем окне нашего графика. Он у нас окрашивается красным, когда ниже нулевой отметки, и зеленым, когда выше. Мы будем брать позиции только, если они совпадаются с показаниями осциллятора. Ну, допустим, если у нас появляется стрелочка вверх, потенциальный сигнал на покупку, мы смотрим на показания осциллятора. Если он зеленый и направлен вверх, это немаловажно, тогда мы входим. А если у нас сигнал на покупку, а индикатор красный, в красной зоне, то мы, соответственно, такую позицию пропускаем. То же самое с продажами. Если у нас появляется сигнал на продажу, и индикатор при этом, осциллятор наш находится ниже нуля, то есть красный, и направлен вниз, его движение, то такую позицию мы берем. А если же у нас сигнал на продажу, и индикатор находится в зеленой зоне, то такую позицию мы пропускаем. У нас один из фильтров, который будет применяться при открытии позиции. А стопы при открытии позиции будут ставиться, если это не слишком далеко от точки входа, то будет браться для установки стопа верхняя или нижняя граница нашего канала. Ну, соответственно, для продаж верхняя граница, для покупок нижняя. Ну, если она находится близко к точке входа. Если находится далеко, то мы просто ставим наш стоп-лосс чуть ниже точки low или high, если это продажа, наши сигнальные свечи. А чуть ниже, ну, так, полсантиметра, если выражаться, не совсем точным, не совсем в пунктах, потому что все-таки, как я уже говорил, стратегия универсальная, и на одном таймфрейме полсантиметра графика могут составлять 10 пунктов, на другом 100. Поэтому, ну, просто на вид, на глаз, где-то полсантиметра от крайней точки сигнальной свечи, отмеряем, мы составляем наш стоп-лосс. Нам нужно, чтобы он был небольшой, и в то же время, чтобы он был не задет. Выходить с позиции мы будем, если появляется противоположный сигнал, и он проходит фильтрацию, то есть, соответствует сциллятору, также мы будем выходить из позиции, если мы видим, что цена потеряла моментум, ну, то есть, если вы видите, что было какое-то долгое движение, вот уже долго цена шла вниз, и движение потеряло моментум, то есть, начали появляться какие-то сумбурные свечи противоположные, то есть, когда вы видите, что сильный тренд прекратился, свечи начали плясать, двигаться в горизонтальном направлении, то из такой позиции уже стоит выходить. Она выдохлась, и, скорее всего, сейчас будет коррекция, которая может съесть вашу прибыль. Также для выходов могут использоваться уровни, как те, которые рисует нам индикатор, так и горизонтальные уровни, поддержки сопротивления, которые вы строите вручную. Как я уже говорил, индикатор не идеален. Ну что ж, давайте попробуем собрать все в кучку и разобрать, в каких случаях мы будем пропускать сделки, в каких случаях мы будем входить в них, то есть, несколько примеров. Давайте вот мотаем наш график и опять же начнем. Да, не стоит закрывать позицию, если была достигнута верхняя кралица канала, стоит подождать, возможно произойдет пробив, пробой уровня и цена продолжит движение. В таких случаях идеальным вариантом будет закрыть половину позиции при достижении границы канала, а вторую половину оставить на случай, если произойдет пробой и поймать тем самым порой сильное движение. Так, не уходя с нашего часового графика, давайте разберем сигналы, которые здесь появляются. Первый сигнал у нас неудавшийся пробой, отскок от уровня, нижней границы канала, у нас нарисовалась стелочка, но остылят на красной зоне. Поэтому пока ждем. Далее у нас появляется через несколько часов свеча, которая бычья, и в то же время осциллятор наш уже в зеленой зоне и направлен вверх. Это у нас такое подтверждение сигнала, здесь мы могли купить и закрыть половину позиции при достижении верхней границы канала. А стоп мы бы поставили на нижней границе канала этой нашей красной линии. А заработали бы мы, закрывшись на верхней границе канала, 88 пунктов приблизительно. Здесь идеальный вариант был бы закрыть половину позиции, а половину позиции оставить на случай того, что произойдет пробой. А далее появляется стрелочка вниз, индикатор, остылят формаж зеленый, игнорируем ее, продолжаем держать половину позиции, появляется сигнал на пробой, окей, у нас позиция уже есть, и остылятор соответствует покупкам, направлен вверх, зеленый, оставляем нашу позицию, ждем, 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 видим, что цена начинает терять моментум, тренд выдохся, можно было выйти, а можно было дождаться противоположного сигнала и выйти чуть позже, тут, ну, пунктов на 10 меньше заработали бы, если бы вы не распознали по те же моментуму и ждали бы до появления противоположного сигнала. Окей, появился противоположный сигнал, на возвращение цены в канал, стрелочка вниз, смотрим на осциллятор, он также красный, был направлен в этот момент вниз, мы можем открыть позицию, продали, далее появляется второстепенный сигнал, зеленая стрелочка, полноцветная вверх, смотрим на осциллятор, осциллятор у нас в красной зоне, поэтому сигналы игнорируем. Еще одна стрелочка вверх, зеленая, смотрим на осциллятор, осциллятор по-прежнему красный, по-прежнему игнорируем этот сигнал. Цена дошла до нижней границы канала, в этом случае стоит закрыть половину позиции, а половину позиции оставить на случай, если произойдет пробой. тут мы заработали, кстати, весьма и весьма неплохо, на часовом графике, 350 пунктов, и это при том, что стоп у нас был, так как граница канала верхняя была далековато, его стоило разместить вот так, на полсантиметра выше крайней точки сигнальной свечи. Вот у нас был бы пункт 27 стоп, а заработали мы 350 пунктов в этой сделке. весьма и весьма неплохое соотношение. Далее, мы закрыли при достижении нижней границы канала половину позиции, половину позиции оставили, произошел пробой, след это красный, но сигнальная свеча была бычей. Возможно, плохо видно, но она действительно была бычей, то есть закрылась выше открытия. Но следующая свеча была медвежьей, что нам подтвердило сигнал, поэтому нашу половинку позиции мы продолжаем держать. Далее мы видим коррекцию, видим, что цена начинает терять моментом, тренд иссякает, и стоит выйти из позиции, но даже если вы бы это не заметили, у нас появился сигнал наверх, противоположный нашей позиции, и при этом осциллятор также зеленой зоны, и нам стоит закрыть нашу половинку позиции от старой продажи, и открыть новую позицию на покупке, так как здесь осциллятор подтверждает наш сигнал. мы купили, далее через какой-то время появляется сигнал на продажу, смотрим на осциллятор, он по-прежнему в зеленой зоне, поэтому сигнал на продажу игнорируем, смотрим, что происходит дальше, цена доходит до уровня нашего, который нам и индикатор нарисовал, вы могли его и вручную нарисовать, здесь был очень явный, и стоило в этом месте закрыться, но даже если вы это пропустили, то дальше у нас появился сигнал на продажу, его мы бы тоже проигнорируем, так как осциллятор находится по-прежнему в зеленой зоне, а вот на вот этой вот свече появилось подтверждение сигнала на продажу, которое появилось чуть ранее, и мы бы вышли из покупок, ну здесь примерно на нуле, может быть даже плюс два пункта, что-то в этом роде было бы, в общем сделка закрылась это примерно в ноль, подтвердилась у нас продажи, можно было продать на этой свече, стоп, так как верхняя граница канала была слишком далеко, стоило поставить на полсантиметра выше сигнальной свечи, так, здесь мы продали, далее после того, как цена достигла уровня, здесь стоило бы закрыться, если вы этого не сделали, то после появления сигнальной свечи, подтвержденной осциллятором, сигнальной свечи на покупку, стоило закрыть эту продажу, если вы не закрылись на уровне с прибылью, то потери бы составили примерно 40 пунктов, ну что ж, не без убыточных сделок, система любая не обходится, смотрим далее, наш подтвержденный сигнал на покупку, точка входа, точка закрытия нашей сигнальной свечи, напоминаю, что входим мы только после закрытия сигнальной свечи, так как до ее закрытия она еще может несколько раз перерисоваться, сигнал может исчезнуть. После того, как наша сигнальная свеча закрылась, мы смотрим и видим, что точка входа располагается очень близко к верхней границе нашего канала, к ближайшему уровню сопротивления, поэтому такую позицию мы не берем, так как прибыль возможная очень маленькая, а риск примерно равен прибыли, но самое главное, расстояние до нашего уровня, до нашей границы канала совсем небольшое и просто ни к чему такую позицию брать. Далее появляется сигнал на продажу, не подтвержден осциллятором, игнорируем, сигнал на покупку, опять же слишком маленькое расстояние до верхней границы канала, игнорируем, ждем, 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 где-то вот с этого момента мы начинаем видеть, что происходит какая-то чепуха, цена находится во флете, происходит горизонтальное движение, и поэтому мы настраиваемся на ожидание пробоя нашего канала, а сделки, которые появляются, вот эти вот всякие стрелочки внутри канала, игнорируем, так как это все флэт, и на них просто не стоит обращать внимания, цена находится, цена не знает еще, куда идти, не определилась, ждем пробоя, вот, немного погодя, у нас происходит пробой, сделка подтверждена осциллятором, мы покупаем, стоп-лосс мы размещаем где-то на полсантиметра ниже сигнальной свечи, где-то пунктов 60 примерно было, 65, если вы его разместили чуть ближе, его возможно выбило хвостом вот этой свечи, мы потеряли пунктов 70, а если бы, если не выбило, то чуть позже мы бы вышли на подтвержденной сигнальной свече возвращение в торговую зону, возвращение в канал, в любом случае, в этой позиции мы потеряли где-то пунктов от 40 до 65 пунктов, в зависит от того, где бы разместили свой стоп, и так, после того, как у нас появилась подтвержденная сигнальная свеча возвращения в торговую зону возвращения в канал, мы открываем позицию на продажу, по достижении нижней границы канала примерно 70 пунктов, мы закрываем половину позиции и оставляем вторую половину бесед на случай пробоя, пробой у нас произошел, оставляем по-прежнему нашу позицию, здесь не было явной потери моментума, можно было закрыть сделку, когда произошло возвращение оставлятора к нулевой отметке, а можно было подождать для тех, кто не обратил внимания на оставлятор, и закрыть сделку после появления подтвержденной сигнальной свечи на опять же возвращение в нашу торговую зону, возвращение в канал, вот у нас стрелочка вверх, оставлятор и направлен вверх, у нас соответственно сигнал на покупку, и мы бы закрыли наши продажи, в этой сделке мы бы заработали одной половиной позиции 214 пунктов, ну, а первой половиной позиции примерно 65 пунктов, весьма и весьма неплохо, учитывая, что стоп-лоссы наши небольшие, далее у нас появился подтвержденный сигнал на покупку, мы соответственно закупились, стоп-лосс чуть ниже крайней точки сигнальной свечи, на полсантиметра где-то, ждем, 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 у нас появляется стрелочка вниз, она не подтверждена, так как осиллятор в седанной зоне, и здесь происходит пятничное закрытие, естественно мы все позиции закрываем, и вот в этой сделке мы бы заработали 144 пункта, весьма и весьма неплохо, как видите, в этой системе очень часто будут появляться сделки с небольшим убытком или с закрытием в начале в районе нуля, но те сделки, которые будут удачными, будут намного намного больше, прибыль будет намного превышать те небольшие убытки, которые вы получите на отдельных сделках. на этом все, вот такая не самая сложная система, видео записано специально для сайта threadlikepro.ru и сайта на т.к. 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 т.к.